Пару раз упасть, отбиться от собак и быть по колено в грязи. С такими опасными для жизни препятствиями герои нашего следующего сюжета вводят внука в детский сад. Здание расположено на второй производственной. Вокруг промзона и частный сектор. Подхода к детскому саду нет. Это и попало в объектив нашей съемочной группы. Эта дорожка – единственный путь местных жителей и жителей соседних улиц, десятилетия Омской, Нейбут, Алини на пути в 179-й детский сад. Асфальта под этой толщей снега нет. И через несколько недель все это превратится в месиво. И люди будут вынуждены везти своих детей в сад просто по обочине. В опасности такого передвижения с маленьким ребенком сомневаться не приходится. Валентин Михайлович в 179-й водит внука. Дедушка даже рад, что вторая производственная убитая. Единственное спасение, что дорога сама по себе плохая. Что тут не гоняет, не разгонишься. Поэтому если отремонтируют эту еще дорогу, то тут будет очень опасно. С другой стороны размышляют бабушка и прабабушка. Сделают дорогу, сделают и тротуар. А пока осенью и весной носят в сумке воду в бутылке, чтобы помыть обувь после грязного путешествия. Мы ходим по дороге, потому что выхода другого нет. Сейчас растает на дороге еще более-менее асфальт, кое-какой остался. А на тротуаре его просто нет. Просто будет жидкая грязь, и мы ходим по дороге с детьми. Потому что ни саночки, ни коляску не провести. Можно потерять колеса от коляски. Внучку теперь правнука и все одной дорогой, рассказывает Нина Аберьянна. Уже столько лет добраться к детскому саду безопасно не получается. Тут падаем, я не знаю, тут раз как увалилась, так я поднялась. И ребенок рядом со мной испугался. По кварталу ходить нельзя, собаки. Ребенок внизу, и не успеешь его схватить, как она с подворота выскочит и заезет. А тут невозможно ходить. Пару лет назад здесь обозначили пешеходный переход. А вот с подходами к детскому саду до сих пор беда. И претензии у сотрудников ГИБДД, а именно они, следят за порядком на дорогах. Не только к администрации города. За эту зиму выписали 4 предписания, которые устранили. Нарушения есть и со стороны жителей частных домов. Нами часто регистрируются факты самостоятельного загрязнения собственниками жилых домов при легающей уличной наружной сети путем выноса снежных масс с дворовых территорий, что как раз таки в том числе характерно и довольно-таки вторая производственная. Отмечу, что данные действия являются нарушением Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрено за такие действия ответственность административная по статье 12.33. О появлении асфальта на тротуаре сейчас, когда снег еще не сошел, говорить не приходится. И все же медленно, но асфальтированные дорожки к образовательным учреждениям в городе появляются каждый год. Деньги на эти цели выделяют из бюджета. Появится ли асфальт на подходах к 179-му саду в этом году узнаем в департаменте городского хозяйства, направляем официальный запрос. Денис Ионас, Андрей Кузьмин, Антенна 7.